Зафиксировать сознание в этой точке и посмотреть, как Бог создал изначально человека, это и есть генерация омоложения. И само действие омоложения и генерирование некой среды вокруг. То есть мы с вами удерживаем концентрацию на этом свечении, на действии, на первичном акте создания, и при этом происходит омоложение и генерирование некой среды вокруг. Важно в этой структуре омоложения видеть, что внешняя среда тоже видоизменяется. При этом мы всё время стоим у истоков создания. То есть из этой точки у нас мышление бесконечно созидательное, как первичная мысль по любому вопросу, есть бесконечно хорошее развитие. И здесь мы всегда стоим у истоков создания. Так, Гиль, что мы говорили, стоим у истоков создания, да, и у истоков первой мысли, всегда. То есть по любому вопросу бесконечно хорошее решение. То есть вот это счастье, да, макроспасение, вечная жизнь, всеобщее воскрешение. Вот источник в этой технологии для нас вот тут, 15 сантиметров перед физическим телом. Это мы генерируем, это первозданный свет, который создаёт любую созидательную реальность. При этом, если у нас горизонт, мы рассматриваем тоже недалеко перед собой, перед физическим телом. Горизонт бесконечно хорошего развития всех событий. And if we are looking at this horizon of the events with infinitely positive nature. То есть мы с вами здесь видим, да, вся реальность, она перед нами, она под нашим управляющим восприятием. So this means we see the whole of reality in front of us, and it is actually under our controllable perception, controlling perception. Из этой точки, где мы концентрируемся в этом первозданном свете, да, мы здесь о чём-то думаем, но это развитие сразу до бесконечности хорошее. При этом бесконечность мы не воспринимаем как нечто очень отдалённое, а мы реально этот горизонт видим перед собой. So this horizon we really truly see in front of us. И как мы рассматривали, да, когда мы так горизонт воспринимаем недалеко, то сразу же раскрывается оптика души. То есть вот бесконечность, она тут быстрее раскрывается. Если в этой геометрии мы начинаем работать, как он показывает. So, and when we work in this area, as Grigori Petrovich shows us, we see this, how soul expands her work. Ну, и здесь мы работаем, и мы как бы из этой точки, через концентрацию, да, в этой точке, когда у нас бесконечно созидательное раскрывается мышление. So, and through this point, where we have our thinking infinitely expanding, Тогда это наше омоложение, мы видим, что это сразу же действие для другого человека. And then we see that our rejuvenation is at the same time the action for somebody else. Мы видим, да, людей или думаем про людей. И если человек, например, в возрасте, то здесь такая скорость, мы не фиксируем это. А сразу же наше омоложение, вот этот свет этой точки, это действие для другого. Это омоложение любого другого человека. Потому что люди не оторваны от этого процесса при нашем омоложении. Омоложение как происходит, да, корреляция с таким первичным светом, синхронизация такая, да, как бы одна такая волна резонансная. Люди не оторваны, это достигает каждого. У каждого что-то улучшается, лучше здоровье становится, события, омоложение. Вот мы начинаем видеть, как это происходит, какую волну эту управляющую, да, этот свет генерирует сразу, которое в бесконечности это сияние раскрывается. So we see how this light is creating, generating this rejuvenating environment. При этом, вот, ещё раз обратите внимание, да, что это сияние всей бесконечности открывается на уровне не таком отдалённом от физического тела, от себя раскрываем. So we also need to see that this glow we are expanding from ourselves. И в вашем омоложении на миллисекунду другие люди тоже омолаживаются. Вот этот свет, он так работает, он проходит всё и сияет уже в бесконечности. Ну, это под нашим контролем, мы видим как бы сверху. So with our rejuvenation, there is, even for milliseconds, other people also get rejuvenated in some way. И мы настолько видим интегрированность всего мира, неразделённость, мы не отделены. Вот от создания мы созданы, и всё, весь бесконечный мир сразу создан. And then we see integration of the whole world. It is the fact that we are not detached from the whole of reality, we are all connected. Ну, когда получается такую воспринять интеграцию со всем миром, тогда мы получаем состояние естественной молодости. So when we get this integration with the whole world, we get this status of natural rejuvenation, youth. Вы смотрите прямо перед собой, да, вот весь мир, вот вы как бы центр, да, источник первозданного чистого света, в котором вы что-то подумали. Это волна сразу же, как волна политического управления, достигла каждого его личным счастьем. Именно вот такое мышление, да, такое восприятие мира, как бы вот сразу для всего мира. Вот это состояние естественной молодости, естественного здоровья. So this kind of thinking, it is the natural youth, natural health. Просто вы работаете возле себя эту оптику. Она есть, её просто как бы научиться воспринимать, научиться всё время воспринимать. Вот отсюда развитие, вот из этой точки. И здесь вы видите сразу всё, не далеко от себя, а сразу перед собой управление, сразу всем. И вот это состояние естественной молодости, естественного здоровья, оно изначально, так и этот уровень естественной молодости, естественного здоровья изначально и был выражен. So this level of natural health and natural youth was already there. Я сейчас вот этот свет как бы убираю, а вы у себя его держите, понимая, что вот горизонт перед вами и дальше открыт свет. То есть в вашем восприятии открылся, который свет сейчас, да, он как бы не уходит, да, вы так удерживаете это восприятие, вот этого развития. Хоть горизонт, да, подконтрольна перед вами, а дальше всё равно обязательно бесконечное развитие. So you need to keep focusing on this horizon in front of you, this light which you have expanded in this control and also the infinite development as well. Раз изначально такой уровень у человека, что человек должен находиться в естественном состоянии здоровья, естественной молодости, значит, внешние нагрузки, внешние системы не должны приводить к истощению клеток, не должны быть системой, они должны быть системой благоприятного действия на человека. Возникает у нас чисто технологическая задача тогда любой уровень управления переводить в структуру благоприятного действия. Если даже уровень какой-то в мире мы видим напряжённый, какой-то неблагоприятный, мы этот уровень выявляем, вот у нас свечение идёт от первозданного света, и мы выявляем на фоне этого света эту величину, которая, возможно, неблагоприятная. То есть мы с вами оптику. Выделили перед собой, вот, например, какой-то уровень, который неблагоприятный. So, what we said, like in front of us, we see some kind of level of information, which is not very favorable. Чтобы решить вопрос, мы должны всё время находиться у истоков создания. Всё время у нас концентрация в точке создания нас, создателем. So, to resolve this, we need to always stand by the source of the creation. And that is the point 15 centimeters away from our physical body, in front of us. Субтитры создавал DimaTorzok